в эфире авторская программа юрия пранько ежедневник в 18 часов 10 минут добрый вечер господа это ежедневник меня зовут юрий пранько и сегодня мы будем его листать вместе с человеком который с которым я давно хотел познакомиться и вот сегодня мне предоставилась такая возможность человек который имеет свои суждения которые успешным был бизнесменом а сейчас занимается политикой обговорить мы будем с ним об экономике о ведении бизнеса в стране ну и безусловно затронем какие-то политические темы сегодня у нас в гостях сергей петров основатель группы рольф депутат государственной думы россии сергей здравствуйте здравствуйте вы вот оптимист или пессимист по жизни скажите мне оптимист наверное а почему вообще-то мы работаем в зоне где все так напряжены но мы продолжаем тут успешно шевелиться шевелиться пытаясь сделать иногда люди за границей спрашивают зачем вы там почему вы не убежали почему еще но мы верим что мы можем вы слышите в великолепность объяснить почему вы не убежали вообще-то я думаю у вас то была такая возможность я вот сейчас закончу я думаю пусть там эти бегут кто 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 то вот сегодня дуров убежал то есть основатели вконтакте да очень серьезные компании серьезный бизнес серьезные инвесторы вошли туда и вот господин дуров уехал и не собирается возвращаться пока в россии юрий тут много таких кто сейчас уехали а можете вот объяснить почему вы все-таки занимались бизнесом да вы очень предметно им занимались в чем причина я я не могу за каждого тут каждый случай без слов индивидуальный но есть общая тенденция это вот когда вы входите в зону где предпринимательский риск или собственное мнение становится не невозможным без риска и вот вот кто гарантирует что ваш риск будет реализован и вы его сможете удержать когда какие-то другие кроме экономических мотивов начинают влиять на действие государства и действие людей вокруг и естественно понимаете появляется вы вошли в деревню российскую сто лет назад а там мир там мир это знаете не мир да вот мир живут миром так и они не любят кто высовывается они быстро значит это там что это дух самый умный что ли вот вы сейчас примерно этих людей наиболее ярких должны поставить в это положение они будут как-то некомфортно себя чувствовать иногда отстреливаться иногда сами под а зачем я я могу и так я слишком уважаю в себе право принимать свои решения а не слушать какого-то там очередного бюрократа и они уходят общей тенденцией мне кажется от чрезмерной забирать от избыточного влияния регулировать регулировочных всяких организаций функции и от чрезмерного не бизнес ориентированного государства но все больше ориентирована какие-то там вот такие общие политические там задачи геополитику какие-то еще химерические вещи которые безусловно на бизнес влияют негативно а в бизнесом вместе это и среда по 1 депутат государстве думаю я об этом вам сказал за эфиром вот я вас слушаю не только чувство что это я говорю без провокации абсолютно без провокации но вот я хочу процитировать вашу статью в журнале forbes последнем номере называется о пользе риска здесь для таких принципиальных момент которые мне запали что называется в душу цитата к сожалению власти сейчас стоят люди лишенные бизнес логики они могут принимать решения после которых закрываются 500 тысяч малых предприятий как было недавно после повышения страховых платежей но еще больше меня сергей порадовала да порадовали ваши следующие слова богатство сосредоточенная в госкомпаниях это наркотик для чиновников которые не понимают насколько мы отстали на мировой арене они видят только внешнюю оболочку еще одна цитата только после шока после удара пыльным мешком по голове большинство истеблишмента поймет что надо что-то делать вы мне скажите вы зачем вот это написали вы же могли это не писать и наверное в шоколаде в мармеладе были бы во первых давайте не утрируйте сейчас уж означает что если вы что-то написали то вы не в шоколаде но это не совсем завище не в прямую во всяком случае я сегодня вы можете юрий в общем то все что угодно говорить у нас все-таки демократическая страна у нас есть какие-то там тенденции неприятные данного но в целом нет человека не среди бюрократов не среди их оппонентов оппозиции который не хотел бы своей стране процветания добра это правда просто каждый у всех раз если вы не клеймите конкретного негодяя который лично будет обижаться и вам там солить чем-то то все понимают вашу озабоченность все готовы даже это слушать уж такого прям как вы обрисовываете что прям все сидят и пилит ножку нашего стула там вместе но тем не менее госкомпании госкорпорации это свершившийся факт а малый средний бизнес вообще бизнес как таковой сергей соглашитесь он скукоживается это нечто вообще невообразимое сейчас происходит в современной россии давайте подавать посмотрим вот эта часть которую вы там сообщили во первых не 500 тысяч уже где-то наверное 1 миллион 40 тысяч 632 индивидуальные предприниматели закрыли свое дело в тринадцатом году каждый месяц это это цифра менялась причем сторону увеличения значит суть дело понятное да мы увеличиваем социальные взносы там и и малый бизнес начинает закрываться первая реакция чиновничества я помню еще медведев прошлом году отвечает на вопросы по моему отвечал нам что ну в конце концов давайте так смотреть на это учителя врачи там военный платят платят какой-то налог социальный да ну почему предприниматель который открыл сойдем не может тут надо тут не совсем это будет хорошо если мы его освободим как-то вот некрасиво думаю с чьих это сложа жирком образе дамитрия на тот же да это говорит потом как-то к нам на фракцию приходит ольга голодец кстати из бизнеса вице-премьера наша за из которой меня очень часто удивляет и говорит ну действительно ну что вы там открыли там какой-то маленький бизнес нужно 12 тысяч месяц на одного пенсионера там могли бы выделить в общем-то ничего такого нет чтобы и я понимаю и да мы спрашиваем и логику подождите госпожа голодец как-то объясните вот вот закрываются вот уже по факту значит не могут выдержать иначе была версия такая это не от нее это до нее объяснение были что это закрываются те предприятия которые так уже мертвые и числились просто да 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 чтоб неформальность да я встретился с борисовым нашим опору россии да попросил его у вас есть данные какие-то мне дал данные по двум областям они делали замер по м по курской какой-то еще он говорит там в одном 3 процента в одном 7 все остальные живые не подтверждается это нигде правительство не давало данных что же закрывается за однодневки вернее пустые или живые так вот только голодец так объяснил ну посмотрите нам на фракции депутатам нашей справедливой партии а что это вот у нас есть объединенные авиационные корпорации и там не можем нанять там 200-300 молодых людей на хорошую зарплату на 35 тысяч назвала там все занимаются дым ларьками открывают до шоколадки продавать это конечно мне показало логику даже такие премьера федерального даже таких людей которые из бизнеса пришли а там большая часть людей еще более в этом смысле тяжело мыслящих не бизнес мышление понятно какие будут исходить из под их пера законы несмотря на наши там возражения большинство правительства сегодня доминирует над законательным процессом то есть доминирует бюрократию доминирует бюрократию к сожалению это это неизбежные следствия побед на одной фракции которая в принципе гораздо легче пойти договориться в комиссии шувалова там о каком-то решении вопроса чем убеждать своих коллег уже давно атрофировалась вот эта вот способность убеждать и кого-либо там в чем-либо спорить и аргументированно там вот приводить гораздо важнее пролоббировать такие аргументы какие-то сергей согласитесь смешные да там вы идете шоколадками торговать а мы тут все из себя госкорпоративные самолеты собираемся да с учетом с учетом бюджетной помощи всем этим смолочи что вы творите на рынке а на ваш взгляд вот это это диагноз вообще то есть это все это окончательно это последствия все-таки давайте так 73 года мы не имели рыночной экономики да и основная часть наших чиновников выросла и была в среде вот да но и мы с вами выросли но у нас с вами мышление несколько иное мы же тоже из той же эпохи да ну вопрос сколько нас и сколько их вы по пропорции до влиянию и по популярности и президента и его команды можете видеть что все-таки люди не страна не насыщена бизнесменами как это например какая страна европы где 70 процентов вообще там в швейцарии занимается и маленькими горными отелями и с детства девочка или мальчик видит как папа и мама тут рассчитывают как платят налоги а в россии это не было не только 73 года да но и до этого российский вот этот мир который упомянул он не выходил индивидуальный крестьянина он от мира платила деревне платил все свои налоги он не входил в отношения с государством не учился тому вообще что такое экономика его ли был короткий промежуток когда был шанс короткий но слишком короткий он собственно не переломал вот этот хребет вот этого такого ну не бизнес-сознание населения поэтому мы сейчас находимся в зоне где нужно довести до какой-то такой экономической ручки почему я написал пыльным мешком погладить а нужен серьезный экономический удар когда истеблишмент вместе с населением начнет озираться что такое произошло может быть мы может быть мы все-таки получимся у умных нации у народов которые достигли в бизнесе что-то и попробуем повторить это сегодня это воспринимается как такое низкопоклонство перед каким-то там западом загнивающим да 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 ну что это мы будем мы у нас свой тут у нас сегодня выходят все больше людей а как вы кстати относитесь к предложению нас то еще подчеркивается что предложение мин культуры которая объявила что россия не европа с точки зрения бизнеса я не буду рассматривать с вами крутой культурологический аспект хотя если желаете можете высказаться да а вот с с точки зрения бизнеса если 70 с лишним лет до строили но нечто отличное того что строил весь остальной мир затем это все рухнуло можно сколько угодно винить кого угодно да но это произошло 20 с лишним лет сергей прошло с этого момента да а получается мышление совсем не изменилось пожалуйста я россия не европа очень много дискуссии имел на эту тему и вы знаете совершенно прогрессивные ребята такие вот один продвиженный политтехнолог даже вот в этом вопросе начинают сползать на такую патриотическую позицию что вообще-то на автомобиль то он на каком передвигается вы у него не спросите я знаю на каком я я вот тоже на дискуссии такой участвовал да выхожу одни представительского класса и все западные машины а главные патриоты на мерседесе это мешает понимаете вот эксперты у нас есть здесь эксперты у них но не можем же мы всегда быть не правы пример такая логика что такое должно же быть баланс вот 50 процентов я готов считать что мы права 50 они должны быть правы вот тут я еще там а вот когда все или 70 это несправедливо какая-то такая странная логика математическая или просто что ну вот у нас же народ вот это понимает значит он прав когда большинство народа вот это понимает а что-то более сложное как что вот бизнес-процессы так идут и что к сожалению не всегда вот наша национально является правильным и эффективным да вот пожалуй давайте посмотрим кто это делает успешнее просто научимся казалось бы простая логика но если не получается то есть такая басня леса виноград виноград достать не смогла да ну объявляют его кислом да ничего туда лезть там давайте начнем и давать вот как минкульт такие документы чтобы поддержать свой уровень отсталости и не стремится ломать себе что то это не настораживает настораживает но это надо пройти мы просто на вот сколько надо пройти мы видим где-то уже сейчас приближаемся к повороту но он произойдет на вот по моему оценочному суждению только в момент сильного экономического ослабления когда начнется сейчас рост цен когда мы исчерпаем наши резервы и только тогда вот часть населения начнет проявлять готовность к изменениям и к определенному взгляду на себя вовнутрь а не вовне как там нам вредят это взгляд тяжелее он более конструктивен но труднее его реализовывать но но он и более на самом деле вы сказали что вы пессимисты вы оптимисты потому что вы говорите о том что у нас будет поворот так по видимо вновь развилка не поворот вы считаете что это спровоцирует там построение рыночной экономики резкую активизацию предпринимательства там государстве бюрократия наконец-то станет вменяемо логично и с куда умея закончится у них да а я вот считаю что может быть поворот и в другую сторону давайте так мое мнение что сейчас экономика будет ухудшаться да если взять среднесрочный прогноз я согласен с вами действительно в какой-то момент будет еще более поворот к ухудшению то есть вместо нынешних либеральных экономистов видимо будут призваны там типа глазева такие популисты да которые уже стихи бы этой это естественная реакция людей которые в экономике мало что понимает но видят что что-то ухудшается надо попробовать и тем более у них лозунгов очень много лозунгов много но никогда там не будет никакого прока вы понимаете это и да все надо пройти чтобы это доказать опытным путем потому что я не хочу сергей чтобы мы становились все такими подопытными кроликами я не хочу глазева я не хочу вот этих так называемых условных экономистов да ведь вся их политика или все их словословие сводится к тому что дайте побольше бабла мы его направим куда-нибудь вы ребенка воспитывали свое у меня трое детей вот вы пробовали сказать мы это горячо лампочка не трогай конечно пока не дотронется не поверит иногда верят но это все равно потом без вас значит я не представляю только опытный путь только опытным путем по крайней мере в девянос первом году после краха экономической модели можно было призвать там гайдара и экономистов которые показали вот путь но как только появились тут шальные случайные деньги в кармане ну давайте построить свою какую-то евроазиатскую там модель нулевые с нами злую шутку сыграли вот та стабильность тот залив кэша который произошел да он конечно не способствует он разлагает всех при том это это очевидно я помню это время когда чиновники начали сошалевшими глаза что мы можем делать все что захотим это было довольно любопытно они не верили они не верили что это долго долго что есть деньги теперь и постепенно конечно но этот цикл закончился да то есть вот нулевые закончились все они только сейчас заканчиваются сейчас уже роста не будет уже экономика остывает по фундаментальным причинам не по случайным кризисам вы понимаете мы в противоофазе все америка пошла на вырос почти три процента европа начинает греция уж казалось бы ее там профицитный бюджет и мы идем вниз мы начинаем терять вес свой и свой темп и это не учебная тревога это начало серьезных ответов на диспропорции которые накопились на неэкономические решения на вот эти вот амбиции чрезвычайно несоответствующей амуниции и поэтому неизбежно а я вас правильно понимаю если нет то поправьте меня что но вы считаете вот через опытный путь фактически мы получим очередной виток госусиления государство будет в каждой бочке затычка пытаться решать какие-то экономические вопросы но все знают что государство это абсолютно нефективный мой оценочный или как осуждение потому что я вижу что сегодня правящая команда как она мыслит я вижу как она рассуждают если вы видели как люди которые участвовали примере привели пример голодец до шоколадки 35 тысяч более худшие как там не может набрать персонал да люди на уровне замминистров которые участвуют в день и законов говорят ну мы говорим бизнес уходит бизнес прекращает равно и пусть прекращает а как же с кем оставить как как вот вот так вот хуже откровенно не дослушал ада так а останемся с рабочим классом и будем дальше вот то есть у них как-то разделяется в их головах бизнес рабочий класс и эти люди сейчас имеют приоритет при принятии законопроектов поэтому нужно довести до какого-то видимо более серьезного положения чтобы мы начали им как-то хоть какой-то для них было уважение в наше мнение бизнес-мнение это это очень трудно сейчас сделать госкорпорации превалирует превалирует логика вот этого силового такого экономического блока и она должна иметь свою логику развития она доведет до вот эта правящая команда имеет все права довести до большого кризиса и она это сделает поверьте у них нет сейчас у них очень большой запас прочности плюс экономика до этого была раскатана да вот годами гайдаровских реформ и правильно поставленной экономики потом она была все-таки она имеет инерцию и лак все когда говорят вам что вот ужасные 90 до на самом деле это продолжение восьмидесятых и вот этого краха советской еще экономики а когда говорят в хорошие двухтысячные нулевые это продолжение вот того раската правильно поставленной экономики гайдаром и его команды и всеми этим млад реформаторами она естественно сейчас задыхается она выходит на финишную такую прямую для того чтобы ну собственно прекращает такую активную работу остаются какие-то элементы но все думают в короткую все не инвестируют там я не знаю в говядину где пять лет окупая встали еще в свинину где три года еще инвестирует не инвестирует собственный капитал вот это меня беспокоит до миссии у меня как журналисты это беспокоит почему чиновников не беспокоится беспокоит но вот чиновник сидит вот либерального там толка если он это понимает и ты ему это говоришь то он понимаешь он понимает конечно он во-первых лучше тебя понимать лучше меня например понимают там те кто специалисты в этом вопросе но они пример в такой логике как я опять таки слышу да ты знаешь я это вижу но вот страна вот так настроена. Вот она вот поддерживает вот тех силовых. То есть оправдание через народное мнение. Если я начну сильно возражать, меня сейчас отсюда уберут, призовут дурака, а это будет еще хуже. Поэтому я тут посижу, уж немножко отступая, вот тут скажу, что да, риски есть, но сопротивляться очень трудно. Это волна архайки, она очень сильная. Сергей, я вам не льщу, но я вижу массу писем. Юрий, спасибо, что пригласили Петрова. Скажите от постоянных слушателей спасибо, Сергей. Нет, я обязан. Вот понимаете, страна должна знать героев. Вы мне скажите, вот вы считаете, что через метод проб и ошибок, к сожалению, только умные учатся на ошибках дураков, а мы будем дураками, потому что будем учиться на собственных ошибках. Я просто подытоживаю первую часть нашего разговора, да. А вот в части обычных граждан, ну хорошо, там с кудаумием страдаю, да, там пока не вот эти все, все этапы не пройдут. Почему в России основная масса, в общем-то, к бизнесу относится, мягко говоря, не очень хорошо? То есть, если вы сейчас сошлетесь опять на 70 лет, наверное, вы будете правы, но прошло 20 лет, да, с лишним, после краха. Новая экономика, новые возможности. Основная масса не пользуется этим возможностям. Вы можете, вот как человек, в свое время открывший успешный бизнес, да, обосновать или вот объяснить мне, в чем причина? Вверх потеконьку это начинает меняться, начиная с малого бизнеса, люди и со сменой поколения. Сергей, я вот вас, простите, прерву с первой минуты, я вам за эфиром об этом сказал, да. 1 миллион 40 тысяч 632 индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность по данным журнала Forbes в 2013 году. Это в полтора раза больше, чем в 2012. Мы сейчас говорим об отношении людей к бизнесу довольно прохладным, если не сказать негативным, да, в целом. Поры не спекулянты. Вот оно, по многим опросам, все-таки начинает меняться именно с уровня вот малого бизнеса. Потому что, какое будет отношение, когда наши бизнесмены, получив на залоговых аукционах, по мнению большинства людей, там, что-то незаконное, садятся там в кортежи, также с мигалками, из лужи обрызгав своих сограждан мчатся, покупают яхты, виллы, этим кичатся в тот момент, когда те не могут свести концы с концами. Очевидно, отношение будет к бизнесу еще добавляться вот к тому, что вы сказали, действительно, не трогаем это общеизвестной истиной. Очевидно, что бизнес сам вел себя и зарабатывал на много процентов некорректно, там, свои. Поэтому его тоже нельзя винить. Он все время сидел и думал, а завтра отнимут, а вот сейчас так. Он не имел культуры трат, как это, знаете, строят сейчас вот эти дворцы там какие-то, дальше смотрят, сколько людей надо, чтобы их обслуживать. Сергей, но если даже не было бы, я, простите, опять вас привыкну, если бы не было вот той приватизации, да, достаточно топорной, спорной во всех смыслах, а где бы мы собственников-то получили? Слушайте, приватизация была нормальная. Я как раз не хотел бы сказать, что там... Ни в коем случае, никаких пересмотров не должно быть. Хорошей, идеальной не бывает приватизации. Абсолютно. Потому что дело в том, что ее испортили, вы помните, там, Верховный Совет. Она еще была там более эффективная. Сейчас мы говорим о том, что вот люди должны относиться к этому как-то иначе. Без смены отношений людей мы не сможем ничего изменить. Пока у нас есть нефть и есть ощущение, что это государство дает пенсии, а не налогоплательщик дает зарплату чиновнику, не полицейскому, не выбирается это на уровне федерального субъекта федерации, а все это из центра спускается. Вот эта орда еще, продолжающаяся со всеми своими привычками, конечно, не чувствует к бизнесу никакого отношения. Тут важно, как ты перед, я не знаю, князем, перед Шахом Ханом выступил, и что ты получишь, какой улуз там себе в кормлении. Вы посмотрите, насколько и суды, и судья, и следователь. А следователю можно так сказать, слушай, ты не нашел преступление, да? Ну, ты плохо работаешь, тебя, наверное, купили. Это можно публично сказать на всю страну по телевизору. У меня тут одно время, я очень много летал, побывал в Красноярске, и затем побывал в Челябинске. Открываю одну из челябинских газет, журналов, деловой журнал, да, Челябинский, город-миллионник, великолепные дороги. Понятно, там Юревича, да, освободили от занимаемой должности губернатора, но, что интересно, люди благодарны ему, он из бизнеса, мы об этом все знаем, да, мы благодарны за дороги, причем мне так говорят, ну, конечно, он что-то там себе взял, да, но какие дороги, и правда, ты едешь, и дорога шуршит под колесами, но, я к чему, Сергей? Я открываю это деловое издание, и что я читаю в Челябинске, кстати, вот о свободе слова и возможностях, в Челябинске коллеги пишут о том, что регионы России поделены между госкомпаниями и госкорпорациями, то есть я, живя в Москве, я, конечно, догадывался, но я так откровенно не признавал, в Челябинске все четко, с доказательной базой, нового исполняющего обязанности, губернатора, кто откуда, почему пачками увольняют людей, и почему он не протестует. Госкомпания, госкорпорация, хозяева целых, а вы говорите улусы, тут уже целыми областями и краями дележ пошел. Давайте так, Челябинск или любой другой город, к тому же Юрьевичу приходит Икея и просит построить, если ты 15% не отдашь, то не построишь, и она уходит Свердловской, нет Икея в Челябинске, и там почти все эти бизнесы, немножко там Юрьевича, это тоже ужасно, потому что если, как вы говорите, раз дороги, ну начали с Лужкова. А в Красноярске нет дорог вообще. Значит, Лужков показал очень хороший опыт, да, вот если я тут пролочу пенсию вот этим вот людям, которые голосуют чисто социально, да, то я могу везде немножко там и зарабатывать. Но это такая технология. Это технология, и она точно перенимается всей страной. Что может это остановить, да, вот сам, либо еще больше диктатор, типа Лукашенко, который своих там начинает, там, или Сталин, да, который своих начинает через нару сажать. Лукашенко сегодня порекомендовал белорусам не есть картошку с мясом на ночь. Либо здоровый брожен. Налогоплательщик, пришедший на все парламенты, во все уровни власти, который мыслит, как налогоплательщик, который говорит, стоп, мне нужна и дорога, и без Юрьевича, и Лужкова, потому что вот это развращает... Ивановых и Петровых. Это развращает страшно. Вы день и ночь работаете, не спите, под риском тут проверок, и, а тут какой-то там жена, брат, сват, вдруг талантами обладают, и они мгновенно исчезают после увольнения. Это, естественно, страшная вещь. Нигде, ни в одной стране невозможно, чтобы в своем городе, там, бургомастер, там, зарабатывал его, там, жена, хотя это формально не запрещено, действительно, да, но замучают журналисты, замучают проверками люди, потому что налогоплательщик будет спрашивать каждую минуту, послушай, это мои деньги, я не хочу, да, чтобы тут кто-то получал незаконное обогащение. Ну, откуда опыт? Мы доживем до этого с вами момента? Если будем жить, то да, то есть если будем делать вот этот опыт, упражнения. А как? Вот с чего начать? Нас сейчас слушают миллионы, да, более ста городов вещания серебряного дождя, вот они нас слушают, ну, и очень часто они мне присылают, и что? С чего начать? Ребята, мы на такой дистанции далекой, что вот сейчас сказать, они ждут, что сейчас я завтра им скажу, что сделать, да, вот подойти к кнопке красной, и завтра все будет великолепно. Этого не будет, да, вот посмотрите, в каком положении сейчас страны Восточной Европы, там, Прибалтики, там, Украина, там, те, которые, казалось бы, ближе, меньше прожили в социалистическом таком режиме, и дольше были под европейским влиянием. Они с трудом выходят на какие-то небольшие, но своим собственным трудом. Посмотрите, нам нужно научиться, чтобы Петербург зарабатывал не башней Газпрома, переводом туда, там, судов и госкомпаний, а своим туризмом. Там всего 2,8 миллиона туристов в год иностранных, а Парижа же за 60, а Сингапур там миллиард долларов от туризма, а в Петербурге бюджет всего города 500 миллионов рублей. А мы не Европа. Понятно, ну, ребята, рядом Европа открыта, идите учите, они все с удовольствием дадут свои наукавы. А зачем? Газпром лучше башню эту... Газпром даст деньги. Веб туда перевезти, авиакомпанию, Россия, что туда еще... Вот, Юр, я сейчас хочу всем сказать такую вещь. Деньги, да, не решают ничего в бизнесе, потому что вы можете быть с одним долларом в кармане и сделать прекрасный бизнес. Деньги, как раз, как наше правительство думает, мы сейчас вот деньгами дадим туда, дадим сюда. Вот, посмотрите, сегодня Медведев нам дает отчет. В основном, сколько на что потратим. Там, бам-бам, дадим деньги, дорогу построим вокруг Москвы и малый бизнес там кредитами. Ему не это нужно. Ему нужно, чтобы прекратился вот этот вот гнет всепоглощающий. То есть нужно закрывать целыми отделами все бюрократические структуры и все разрешать. Пусть даже будет это во вред идти, но какое-то время нужно резкое движение в сторону дебюрократеризации, потому что это является проблемой. Он должен знать, что никто без железных, то есть тут только презумпция невиновности, пусть другие доказывают, что я виновен, и все сомнения в мою пользу. Никто никогда его предпринимательский риск не ущемит. Только тогда начнется, это еще уже мало сигналов этих. Нужно при этом вернуть там, я не знаю, выборность на все уровни. Нужно, ничего страшного, чтобы будут выбирать чуть ли не криминальных людей. Это было во всех странах. Через какое-то время научатся. Народ имеет право на ошибку и имеет право ее исправить. Без этого он никогда не научится выбирать правильных. К сожалению, вот этот путь поколений, генерацией мы проходим. Я подписываюсь под каждым словом, но мы видим с вами то, что маятник в другую сторону качнулся, по крайней мере. Я имею в виду налоговые проверки, то, что силовики сейчас опять могут или готовиться это решение без даже санкции налоговой инспекции проверять. Ну вот что это? Ну вот что, Сергей? Вот логика вот этого бюрократа. Маятник имеет свойство занимать, стремиться к своему. Я надеюсь. Так же, как вы надеюсь. Сначала вот этот, что называется, мы проскочили эти красную линию, и сейчас мы идем в эту сторону, но мы приближаемся к какому-то концу логическому, где еще будет действительно усиление этих вопросов. Гораздо легче послушать силовика. Он как мыслит? Он мыслит, что, наверное, надо еще усилить налоговый контроль, и тогда-то мы соберем все деньги. То есть, вы понимаете, налоги, например, там в Европе собирают в этом смысле жестче, и гораздо больше можно записать себе на издержки. Конечно. Вы реально у нас платите примерно на 5-6% больше, потому что вы ничего не можете там написать в издержке, у вас все будут. Плюс нет презумпции невиновности реальной, а значит, все схемы, которые вы обязаны делать, налоговая оптимизация, это ваша обязанность как бизнесмена, иначе ваши конкуренты обойдут вас. Вам будут записываться как некорректная прибыль. Это ужасно, но это именно уже конвульсия, это вот начало приближения маятника к пределу, после чего нужно убедить эту большую часть общества, включая вот более-менее развитых силовиков, если такие вообще имеются, что, ребят, это не тот путь. Вот нигде он не кончался ничем, кроме экономического краха. И крах, повторяю, нам придется пережить. Я не вижу возможности убедить без этого краха, потому что каждый человек сегодня мне отвечает. Сергей, дай мне любого бизнесмена, через месяц я докажу, что он мошенник. Вот такая логика. Как вы? Значит, он так уверен, значит, он так на каждого смотрит. Значит, он приходит и сразу ему говорит, стоп, давай, лучше выставайся. Где у тебя тут бабки? Да, или я найду все, что... И так относится к... Я не имею часа... И даже найду то, о чем ты не догадываешься, да. Ну вот, вот в такой ситуации мы с вами живем, Сергей Петров. Лучше знать правду, чем... Абсолютно. Потому что все действия ваши по исправлению, если вы неправильно диагностируете болезнь, будут неверными, до диагноза не лечить. Правда, лучше, какая бы ни была тяжелая. Сергей Петров, основатель группы Рольф, депутат Госдумы сегодня у нас в гостях. Давайте посмотрим, что нам пишет. Плюс 7903-797-6333. СМС портал 730-101, код Москвы 495. Это номер нашего многоканального телефона. Вообще вот печально. Сейчас мы начнем принимать звонки, что опять шок. Вот понимаете? Основная масса... Я посмотрел, значит, графики и динамику по росту заработной платы. Итог 13-го года. Менее 30 тысяч средняя зарплата. 29 900, если секторально досмотреть. Если смотреть год к году, там, на самом деле, там не очень-то и большой рост наблюдается. Зато я вижу совершенно отдельный сегмент. Это госуправление. Где рост просто фееричный. У нас, если в 90-е, как говорят, многие хотели быть как-то рэкетерами, кто это? Рэкетерами. Короче, да, вот этими пацанами. А сейчас у нас все хотят быть чиновниками. Ну, самое удобное. Ну, это, по-моему, приговор тоже в определенной степени. Приговор той системе, которую мы сейчас наблюдаем. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Да, вы в эфире. Добрый день. Меня Иван зовут. Я вот хотел бы по поводу тематики бизнеса вернуться немножко. Малого, среднего в России и почему на Руси жить плохо. Если мы вернемся немножечко назад и посмотрим на то, что происходило во время кризиса 2009 года, то можно, в принципе, заметить, что бизнес, как таковой, малый и средний топили. Потому что на примерах регионов это четко и явно было заметно. Закрывались в больших количествах предприятия и малый бизнес очень сильно пострадал. В принципе, поэтому все сейчас и стремятся стать чиновниками, чтобы не подставляться и не попадать под риск. Да, спасибо. Только остается тогда вопрос, а кто будет развивать эту страну? Кто будет создавать рабочие места? Кто будет платить налоги? Кстати, вот я хочу, Сергей, чтобы вы прокомментировали сегодняшнее заявление господина Медведева. Премьер сообщил о том, что государственные меры по стимулированию малого бизнеса позволили увеличить количество малых предпринимателей на 12 тысяч в прошлом 2013 году. На эти меры было потрачено 20 миллиардов рублей. Но мы уже с вами говорили о том, что есть данные, например, журнала Forbes, которые утверждают, что в результате повышения страховых сносов, ну хорошо, миллион, они говорят, вы написали полмиллиона, но не суть важная, речь идет о сотнях тысяч закрытых предприятий. Я не пойму, куда делись 20 миллиардов? Юрий, это вот логика чиновника так решать вопросы. Давайте деньгами попробуем, льготными кредитами, для этого нужно создать структуру, кому-то дать возможность решать, кому-то дать кредит. Разберять, этому дам, этому нет. Вот так заполнять эту заявку, вот здесь галочки ставить, кто? Нет, заявку надо сложнее заполнять, чтобы не украли, поэтому может заполнить, помочь только другой чиновник, он это все вместе с братом, с ватом заправляет, получает кредиты, естественно, кредиты уходят не в коня, там, корм, как говорят. Это обычное чиновничье... Ну, деньги освоены, 20 миллиардов. Деньги все будут освоены, ребята. 21,5 миллиард в этом году. Любимый наш, я помню, спор с Оксаной Генриховной был. Не голосуйте эту поправку, это коррупционная поправка. Знаете, я хочу вот вам зачитать смс-сообщение вашего тезки, которое мне написало, не морочите людям голову. Нет у нас ни малого, ни среднего, никакого бизнеса, только спекулянты и ворюги. Ну, вот так вырастают потом и такие министры, которые говорят, нет у нас ничего. Юрий, очень важно ребятам сказать, которые сейчас собирают чуть ли не чемодан. И, кстати, вот нам пишут о том, что ну что, тогда чемодан, вокзалы и отъезды страны. Вот смотрите, есть альтернатива, да, во-первых, не паниковать, ничего страшного. Все проходили страны, вот выходящие из такого долгого запоя, они проходили вот такую процедуру. Здесь ничего страшного нет, но важно активное участие всех на всех уровнях политической жизни. Они должны быть сами во всех парламентах, во всех, потому что я вижу, как реагирует здесь центральная власть на движение вот этого народного. Ничего страшного, что сейчас так. Это крайняя, почти крайняя точка маятника. Еще будет чуть хуже, потом все-таки нам удастся убедить большинство. Я видел, как в 2008 году во время кризиса те же самые вот эти вот силовики озирались и спрашивали, а где тут эти либералы, а что делать? Они совершенно... Где эти барыги, спекулянты? Выведите нашу экономику из кризиса. Объясните, что происходит. То есть они чувствуют свою ущербность, но они сильны только вот этой огромной массовой поддержкой. Население, они ее ощущают на уровне инстинкта. Это же вот, вот наше там. И вот это, в этот момент нужно составить хотя бы какое-то лобби серьезное. Бизнес-лобби в парламентах всех уровней. Для того, чтобы могли движение начать в обратную сторону. В этот момент будем резать все вот эти запрещающие непрерывные законы, которые бизнесу мешают. Не нужны вот эти структуры, которые сегодня в госуправлении стоят нам столько, что забирают просто... Кстати, премьер Медведев вам сегодня пообещал еще сократить, да, чиновников на 10 процентов? Вам, нам. В Библии сказано, не всякие говорящие внидят в царствие небесное. Мы примерно понимаем, что это легко сказать и очень трудно сделать, потому что вот это давление вокруг, я вижу, с одной стороны они говорят, потом выходим в куларах и тут нападают на них, ну как же вот здесь надо регулировать тут. Ну что, ну давайте еще один департамент. То есть, очень легко соглашаются. Нет налогоплательщиков лобби в парламенте, который говорит, деньги, это мы выделяем. Парламента нет. Сегодня у вас украли парламент, а значит, можно любой бюджет как угодно расходовать, потому что там нет дебатов и нет вот этих разных точек зрения, нет обсуждений. Не забывайте, что парламент, главное, это не выпекать по 500 законов в год, а это согласовывать со всеми слоями населения одну какую-то позицию, пусть даже неприемлемую сегодня, но она будет исправлена и люди будут знать, что это все-таки мы живем по закону, а не по произволу какому-нибудь. Не по понятиям. Не по понятиям. Я вам благодарен, я на самом деле удивлен, почему вы все-таки сказали, что вы пессимист, вы на самом деле оптимист, я порой более пессимистично настроен, в конце концов вы убеждаете нас в том, что все в наших силах. Спасибо. В том числе измените эту ситуацию. Спасибо, Сергей. Сергей Петров, основатель группы Рольф, депутат Государственной Думы, нынешней Государственной Думы у нас был в гостях. Впервые, действительно, я вижу огромное количество ваших благодарностей. Вот я сегодня встретил у себя в эфире действительно единомышленника. То есть по многим реперным точкам наше мнение совпадает. Побольше таких дискуссий, побольше нашего с вами желания изменить ситуацию. В конце концов, пока это еще возможно. Ни в коем случае не надо рассуждать об отъезде. Россия – наша страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова